Немного модифицируем предыдущее решение. Давайте сразу будем идти только по нечетным числам. Как мы это будем делать? Посмотрим. Если число А, левая граница интервала, является нечетным числом, то мы можем сразу пойти с шагом 2. Например, числа 3, 5, 7 и так далее. Таким образом мы будем перебирать только нечетные числа, и нам не нужно будет внутри цикла делать проверку на четность. Что же делать, если число А четное? Давайте заранее, перед циклом, проверим. Если число А четное, то в таком случае мы возьмем ближайшее к нему нечетное число. Это будет число А плюс 1. Получаем, что все выглядит следующим образом. Целиком все решение. Мы точно так же читаем переменные А, Б, инициализируем переменную С с нулем, осуществляем проверку А на четность. Если число А четное, то берем ближайшее к нему нечетное число. А плюс 1. И дальше идем, перебираем все нечетные числа от А до Б включительно, с шагом двойка. И просто добавляем значение каждого числа к переменной С. На выходе, по окончании этого цикла, выводим значение переменной С в качестве ответа. Субтитры создавал DimaTorzok